Благополучная многодетная семья Подруги бросились на помощь, не раздумывая. Они подняли Варю и отвели домой. Сдержать отцовский гнев и не расправиться с обидчиком дочери самостоятельно было трудно. И все же родители решили действовать в рамках закона. Мы позвонили в отдел полиции, приехала ПДН, взяли заявление, приняли заявление, ну и стали прорабатывать. В этот день Варя жаловалась на головную боль, ну мы приложили, ну как обычно это бывает при травмах, мы приложили холодную к голове, но видимо шоковое состояние прошло и стало хуже. Уже на следующее утро родители обратились за помощью в медицинское учреждение с жалобами девочки на головокружение, тошноту и рвоту. Сейчас Варя находится под строгим контролем врачей и ее жизни уже ничего не угрожает. Экстренно осмотрен дежурным нейрохирургом в отделении в приемном, госпитализированном в отделении. Проведено обследование, стандартное в таких случаях, выставлен диагноз. По словам врачей, при своевременном полном лечении никаких последствий у малышки не останется. Но как продолжать спокойно жить, ведь жители поселка имени Карамзина уже неоднократно били тревогу. В этот раз общими усилиями собрали подписи и обратились в специальное медицинское учреждение. Но принять какие-либо меры медики могут только по решению суда. А если не будет суда и не будет медицинского освидетельствования, то соответственно он будет также ходить безнаказанно. Вчера приезжали супергруппы, его искали, его стучались в дверь. В итоге они его поймали на дороге, забрали его. Но сегодня он также уже ходит безнаказанно, как ни в чем не бывало, по улицам нашего поселка. Почти у каждого здесь есть жуткая ситуация, связанная с соседом. Пока жители наперебой рассказывали свои истории, на улице появился и сам Вячеслав с мамой Марией Викторовной. Нам удалось задать им несколько вопросов. Вячеслав, скажите, пожалуйста, почему вы избили ребенка? Что она вам сказала, за что вы ее избили? Ребенок лежит в больнице. Ох, раздули. Девочке 10 лет, вашему сыну 40 лет, он ее бил. Вы вообще соображаете, что происходило? А ты соображаешь, чего ты делаешь своими детьми? Я что делаю? Вот мой один ребенок, вот мой второй ребенок, третий. А дочка лежит в больнице. Там вот этого маленького, вот они подачу. Да, утонут в погребе. К сожалению, получить внятный ответ мы так и не смогли. Сам Вячеслав нам не ответил. А по версии его матери, девочка расплатилась за некие обзывательства. И, пожалуй, такая версия имеет место быть. Но все сельчане утверждают, ребенок сделать этого не мог, так как все стараются и вовсе не приближаться к соседу. Я иду с огорода, несу ведро с мусором. Он вот идет, вот я оттуда, а он мне навстречу. И вот так вот разворачивают руку. А я что-то вот так задумалась вниз. Поднимаю голову, он прямо на меня бежит. Я встал вот так в ведро. И прямо, ну извините, матом на него. Я говорю, я тебе сейчас... Я говорю, только попробуй тронь. Он встал, как подпрыгать, он всегда так сделал. Голову вот так почесал и побежал. Я вижу картину, идет соседка, тетя Таня Кондратьева, из магазина. Идет, никому ничего не мешает. Он, я вижу картину, что он из-за угла летит на нее, то есть пока она к нему спиной хлебом бросил, ей в голову хлеб отлетел от нее. Я говорю, хорошо, это хлеб был, а если бы это был кирпич? Я с соседями живу. Она в первой квартире. Да, и он постоянно, я сижу в кресло, смотрю, например, передачу. Он как бабахнет, аж в драгу в это время. Испок какой, сразу, и сердце вот-вот-вот забивается, все, не как пченеется, а давление. А сердце-то какой? Ну, мам, в том году летом, то есть у нас короткий путь есть, спускаться сверху оттуда по лесу, и он попался ей навстречу, и он за ней гнался, прямо с топором она от него еле убежала. Весь поселок, весь, абсолютно весь поселок его боится. К счастью, маленькая авария идет на поправку. В инспекции по делам несовершеннолетних от комментариев отказались, пока не будет возбуждено уголовное дело. Сейчас материал находится в стадии проверки, а в поселке решили, что на прогулку с детьми пока будут выходить несколькими семьями. Кристина Жакот, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды. Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды.